Каждый день ведущий специалист Центра трудоустройства граждан за рубежом Кулыч-Коленов оказывает помощь около 70 гражданам, которые обращаются в Центр. Задача специалиста – проконсультировать, принять и оформить документы для трудоустройства зарубежные компании. Сначала граждане проходят регистрацию, после чего зарубежные работодатели проводят с потенциальными кандидатами собеседование и заполняют анкету. После всех этих манипуляций с документами, если кандидатуру одобрят, то приходит приглашение на имя этого гражданина. Мы помогаем ему с вопросами получения визы и так далее. В последнее время особую заинтересованность среди граждан вызывают сезонные работы в Англии. Если в 2022 году в Туманный Альбион отправились на заработки около 1500 человек, то по итогам первого полугодия квота была увеличена до 8 тысяч. За отчетный период 2023 года через центры за рубежом трудоустроились более 11 тысяч человек. Наш центр оказывает нашим гражданам бесплатные услуги по трудоустройству. И также нашим гражданам предоставляет достоверную информацию о зарубежных работодателях, либо о зарубежных работах. Наши граждане получают трудовые контракты, не выезжая из территории Кыргызской республики. Получают трудовые контракты и будут информированы о работодателях, о трудовых условиях, о заработной плате. Также о возможности работодателя, что они могут предоставлять. Вот, например, транспортные услуги, либо питание, либо какие-нибудь жилье работодатели будут предоставлять, либо наши граждане будут за свой счет. По статистике, с прошлого года за 2022 год мы могли трудоустроить наших граждан более 11 тысяч 500 граждан в зарубежных странах, а в этом году уже могли за полгода трудоустроить наших граждан 11 тысяч 500. На сегодня в службах занятости на учете состоят более 99 тысяч граждан. Официальный статус безработных имеет около 75 тысяч. Для таких граждан было проведено несколько ярмарок вакансий. Каждый шестой участник мероприятия был трудоустроен или получил направление. Рост числа трудоустроенных у нас в Чуйской области, это 26,9% у нас устроены. Баткенская область 26,5%, Ожская область 17,6%, Таласская 16,8% И, конечно, на Рынской области у нас показатели очень маленькие и город тоже 0,9%. По данным Министерства труда и соцобеспечения, с начала года общая численность безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 5%. Джибек Исакова, Чингис Токторбекулу, Элтер, Бешкек.